В центре внимания специалистов несовершеннолетние, проживающие в семьях группы риска. Чем больше населенный пункт, тем и семей таких больше, констатировали участники совещания. В тройке лидеров Ахтубинск, Капустин-Яр и Верхний Баскунчак. По состоянию на сегодняшний день на социальном сопровождении в нашем центре находится 60 семей. Это на 10 семей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Мы проводим работу по социальному сопровождению семьи. Это оказание содействия в получении психолого-педагогических, социальных, бытовых, материальных, юридических услуг семьи. Конечно, самая большая проблема – это семьи, которые состоят в категории социально опасное положение. Потому что большинство из них, их социально опасное положение сопряжено с употреблением родителями алкогольной продукции. Должно быть больше внимания молодежи. Это касается учебы и досуга. В Центре поддержки детей и семьи специалисты активно работают. Однако само учреждение территориально находится не в лучшем месте города. А ведь когда-то было в самом центре. Здание Поцелковского давно пустует. Возможно, стоит все вернуть на круги своя. Молодежная площадка должна быть там, а не у магазинов. Милицию неоднократно вызывали сотрудники магнитом. Милиция приезжает, посмотрит, дети стоят, вроде ничего не нарушают. Уезжает и трогает их. Уезжает, они начинают шуметься, вернословить, вести себя как-то не совсем правильно. Я считаю, что тут, во-первых, надо обратить внимание на эти центры протяжения молодежи, чтобы их как-то немножечко успокаивать, остужать им голову. А второе, нужно подумать об их занятости. В связи с этим у меня вопросом к тем, кто причастен к работе с молодежью, есть ли смысл сохранить здание, восстановить, которое возле башни с аистами. Там когда-то молодежная какая-то структура у нас была. Сейчас оно стоит пустое, полуразбитое. И речь идет о том, что в понедельник вынесли на заседание совета вопрос о продаже этого здания. Насколько это целесообразно, мне хотелось бы знать мнение. Дело в том, что если вот молодежь куда-то надо занимать, то для этого помещения нужно будет. Оно находится в центре города. Там рядом первая школа, восьмая школа, шестая школа. И дети очень часто шли из школы, они заходили в центр, проводили какие-то акции, мероприятия. Сейчас мы расположены на шоссе «Авиаторов-5». Это здание управления образованием. Сразу встает вопрос проведения вечерних мероприятий. В основном ведь подростки, они собираются в вечернее время. Я сама была свидетелем. Субботы, вечер, детям пойти, куда подросткам, абсолютно некуда. И действительно они аккумулируются в зданиях торговых центров. Шоссе «Авиаторов-5» вы сами знаете. И как у нас общественный транспорт работает, и освещение. И не каждый родитель туда пустит своего ребенка. Потому что возвращаться, если, особенно в зимнее время, вечернее мероприятие в 6 часов, в 8 он возвращается, ну это просто-напросто опасно. Поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы здание поступило опять в распоряжение молодежного центра. Судьба здания в руках депутатов. Они рассмотрят вопрос на ближайшем заседании Совета. А вот итоги акции «Где торгуют смертью» подведены. Как говорится, есть над чем задуматься. По итогам 2020 года на территории Артубинского района было выявлено 35 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков. Из них выявлено 4 преступления, которые связаны с незаконным культивированием наркосодержащих растений. Из незаконного оборота было изъято 110 кустов растений конопля. Из оборота наркотических средств изъято у задержанных преступников 8,273 кг канабиоидной группы. Из них марихуана 8,187 кг и гашишное масло 86 кг. УПМ «Сообщи, где торгуют смертью» в 2021 году была организована работа дежурной части, а именно номер горячей линии по приему сообщений. Поступило за период проведения акции одно сообщение, по которому в данный момент проводится проверка. В адрес управляющих компаний было направлено 3 требования по уничтожению незаконной рекламы и пропаганде потребления наркотиков. И 3 аналогичных требования направлены в адрес администрации муниципального образования города Ахтубинск. Участники совещания отметили, что работа в данном направлении продолжается. Профилактические мероприятия ведутся также в социальных сетях. Информация размещается в местных СМИ.